Как вы себя чувствуете? Хорошо. Жалобы есть? Нет, никаких жалоб нет. Инфекционными заболеваниями никакими не болели в ближайшие полгода? Нет. Медсестра Лариса Петраненко сама в качестве пациента. Сотрудник первой поликлиники открывает сезон вакцинации от COVID-19. Забор крови, прививки, внутривенные манипуляции, внутримышечные и подкожные инъекции. Так проходит рабочий день специалиста. Поток людей внушительный. Потому быть здоровой от вируса – святая обязанность. Сегодня первый укол. Второй компонент препарата будет введен через 21 день. Я каждый год, во-первых, прививаюсь с удовольствием, потому что нужно обезопасить себя. Тем более я в таком месте работаю. Нужно подавать, во-вторых, пример. И свою семью. Я тоже ежегодно прививаю в обязательном порядке. Сама я коронавирусом не болела. И считаю, что лучше сделать заранее в профилактических целях прививку, чтобы потом было легче мне и моим родственникам. Потому что я тоже с ними тесно взаимосвязана, в тесном контакте нахожусь. Перед вакцинацией – обязательный осмотр инфекциониста. После – получасовой отдых под наблюдением врача. Поликлиника номер один – единственное учреждение здравоохранения города, где делают прививку от коронавируса. Здесь для этого созданы все условия. Российский препарат «Гам-Ковид-Вак» или более известный под коммерческим названием «Спутник ВИ» поступил сюда за день до старта вакцинации. В нашем учреждении обеспечены все условия для обеспечения надлежащих условий хранения вакцины полученной. То есть, приобретено все необходимое холодильное и морозильное оборудование. То есть, вот вы видите, да. Условия хранения – это минусовый режим, определенные цифровые значения. Пожалуйста, в достаточном количестве. Вы видите, тут видно, да, видно «Гамма-Ковид-Вак» – это векторная вакцина «Гамма-Ковид-Вак». Получено два компонента – первый компонент и второй компонент. Также приобрели терморегистраторы, обеспечен контроль температурного режима, который фиксируется в необходимой медицинской документации непосредственно в процедурном кабинете. Соблюдены в учреждении все звенья холодовой цепи. Укол от COVID-19 делаются на добровольной основе. При этом главное – на момент процедуры быть здоровым. Списки медработников, которые желают привиться, составлены заранее. Первыми вакцинируют тех, кто непосредственно работают с ковидными больными. Естественно, считывается момент перенесенного в анамнез заболевания, то есть коронавирусной инфекции. Временные рамки определяются на данный момент – это 6 месяцев, прошествие 6 месяцев с момента заболевания. Вокруг вакцинации ходит очень много слухов, в том числе недостоверные источники говорят о том, что вакцинация небезопасна. Как вы считаете, правда это или нет? Мы, как государственные учреждения, естественно, привыкли сами, призываем всех верить только подтвержденным источникам информации. Данная вакцина прошла все необходимые испытания – клинические, лабораторные. Мы знаем про то, что уже опыт вакцинации проводится в соседних странах, в частности в Российской Федерации. Все условия при транспортировке соблюдаются, условия хранения вакцины соблюдаются. Прививка от коронавируса будет поэтапной. После медиков ее получат педагоги, сотрудники транспорта и торговли, а затем все желающие. Массовая иммунизация белорусов начнется уже в апреле. До конца весны планируется привить 1 миллион 200 тысяч человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 миллионов жителей. Вакцинация является самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. И благо, коронавирусная инфекция не стала исключением. И как в целом в Республике Беларусь, так и в нашем регионе, в городе Попруйске, начата вакцинация от коронавирусной инфекции. В настоящее время проводится опрос в организациях здравоохранения, на крупных предприятиях. Собирается информация о желающих. Поэтому, если вы хотите быть вакцинированными, вы можете свое желание изъявить своему терапевту. И в дальнейшем эта информация будет учтена при формировании списков и при получении последующих доз вакцины. Значит, специалистами Центра геноэпидемиологии осуществляется контроль на всех этапах организации вакцинации от COVID-19. То есть на этапе и планирования лиц для вакцинации, составления списков, получения вакцины, транспортировки ее, хранения в организации здравоохранения. Каждому пациенту после прививки выдают памятку вне рекомендации и описания возможных реакций на спутник ВИМ. Однако иммунизация, отмечают специалисты, не подразумевает пренебрежение правилами безопасности на период пандемии. Социальную дистанцию и ношение защитных масок никто не отменял. Но вакцинация, как известно, лучшая профилактика заболевания. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.